Добрый вечер. В эфире аналитическая программа Триггер. В студии, как всегда, политические аналитики и авторы нашей программы Алексей Тулбуре, Виктор Чубану и Стелла Жантуа. Новая власть официально вступила в свои права. Оппозиция заявила, что она тоже власть, так как граждане Молдовы делегировали мандат своего доверия всем депутатам, прошедшим в парламент. И предложила правящей партии сотрудничество. Фракция партии Шор решила, что самая выгодная для нее оппозиция это стать конструктивной оппозицией. Президент Майя Сандо уже озвучила в парламенте основные задачи, которые предстоит решать новой власти. И приступила к консультациям с парламентскими фракциями по назначению нового правительства. Каковы перспективы их решения, чтобы в первые же месяцы правления ПАС перемены в нашей стране были ощутимы? Какие должны быть подходы в демонтаже коррумпированной системы? Пошагово или одновременно институты власти должны проходить процедуру очищения? Темы наших сегодняшних дискуссий. Но вначале давайте посмотрим, как депутаты нового созыва парламента приступили к своим обязанностям. 26 июля состоялось первое заседание парламента в новом составе. И в этом созыве, как и в предыдущем, на учредительном заседании законодательного органа председательствовал депутат-социалист Эдуард Смирнов, которому в этом году исполнится 82 года. В парламент явились не все народные избранники. Всего присутствовал 91 новоизбранный парламентарий и 101. Уважаемые депутаты, я объявляю первое заседание парламента 11-го созыва открытым. После того, как председатель Конституционного суда Домника Маноле представила отчет о признании результатов досрочных парламентских выборов, к новоизбранным парламентариям обратилась глава государства Майя Санду. В этот момент я заявлю, что толерантность zero. Объявляю нулевую толерантность в отношении коррупции на любом уровне и в любом учреждении. Проверка неподкупности должна начинаться с руководителей ведомств. Парламентское большинство, новое правительство и президент будут вместе работать над тем, чтобы никто не был превыше закона. Майя Санду выступала перед парламентариями почти 45 минут. После выступления президента на трибуну поднялся депутат ПДС Игорь Гросу и предложил взять паузу до 29 июля. Депутаты не рассмотрели ни одного вопроса, спикера также не выбрали. Такие итоги заседания вызвали возмущение фракции блока коммунистов и социалистов. Мы не понимаем, для чего вы нас собрали. Будьте ответственны, куда вы уходите, коллеги. Заседание было нужно, чтобы мы послушали 40-минутное выступление одного человека. Заседание парламента продолжилось 29 июля. На нем депутаты избрали спикера. Им стал представитель партии «Действия и солидарность» Игорь Гросу. Кандидатуру Игоря Гросу поддержали 64 депутата. Блок коммунистов и социалистов отказался выдвигать своего кандидата в спикеры. Также поступила и фракция ШОР. «Хочу стать председателем, который поставит парламент на службу граждан и превратит его в фабрику реформ, законов и хороших решений». Также вчера были избраны двое вице-председателей. Это Михаил Попшой от ПДС и Влад Батрынч от Блока коммунистов и социалистов. В состав Постоянного бюро, помимо вице-спикеров, вошли депутаты от ПДС Олеся Стамати, Лилиана Николаевского-Анафрей, Дойна Герман, Вероника Рожко, Владимир Боля и Дан Перчун. А также парламентарии от фракции Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш, Василий Боля и Корнелиу Фуркулицу. А от партии ШОР – Денис Уланов. Постоянное бюро утвердили большинством голосов. После чего законотворцы из состава бюро собрались на первое заседание. Также были созданы три фракции и сформировано большинство. Наибольшее количество мест у партии Действия и Солидарность – 63. Избирательный блок коммунистов и социалистов и политическая партия ШОР объявили, что уходят в оппозицию. Итак, состоялось уже два заседания парламента. Можем мы сказать по итогам этих заседаний, что уже какие-то основные тренды были или уже существуют какие-то основные тренды, о которых мы можем говорить, как дальше пойдет, по каким дальше линиям пойдет партия власти и вообще власть. Я думаю, что несомненно мы можем об этом говорить. Я не хочу даже комментировать вот этот скандальчик, который устроил блок коммунистов и социалистов на первом заседании, которые сказали, зачем они собрались и так далее. Потому что впервые в истории это с невероятной скоростью произошло и первое заседание, и второе. В первом президент выступил с программной речи, на втором были избраны техническая процедура, руководящие органы парламента, это если кратко. Так вот, на первом же заседании, я думаю, что как раз вот эта программная речь Майи Санду, я бы ее даже, наверное, назвал обращением к нации. Это впервые такое вот обращение прозвучало с трибуны, так сказать, парламента от президента, в которой она, в общем-то, расставила все приоритеты новой власти, обозначила основные вызовы и проблемы, и наметила пути их решения. Несомненно, в программе правительства это все найдет свое отражение и будет расписано более подробно. Вот когда появится программа правительства, мы ее, наверное, на следующей неделе, вот нам удастся ее увидеть, и мы, несомненно, прокомментируем эту программу правительства. Но пока у нас есть вот этот общий тренд. Что я хотел бы отметить из этого, из этой программной речи президента, это, как стержневая идея, это построить государство для граждан, для людей, а не для кланов, как это было на протяжении последних 30 лет, которые разворовывали наше государство. Вот это главная идея, которая следует из этой речи. Опять же, лозунг, если говорить опять кратко, этой программной речи, это вот толерантность зеро, ноль по отношению к коррупции. То есть тема коррупции, с которой Майя Сандо шла на президентские, потом на парламентские выборы, выиграв и те, и другие, она вот продолжает это как основную тему, поскольку основные вызовы, по мнению Майя Сандо, это пандемия, экономический кризис и коррупция. Коррупция везде, так сказать, красной нитью. И это именно та нить, за которую надо потянуть, чтобы сдвинуть с мертвой точки реформирование всей вот этой госсистемы. Многие эксперты после выступления Майя Сандо с трибуны парламента на первом заседании определили, что речь, это была далеко не речь президента, который имеет определенные ограниченные полномочия, а речи премьер-министра. Означает ли это, что при наличии 63 мандатов в парламенте, при том, что вся авторитет этой новой власти во многом держится именно на авторитете президента Майя Сандо, означает ли это, что центр управления власти переместится в парламент, ой, пардон, в президентуру, а не будет в парламенте или в правительстве, как, допустим, это использовали предыдущие власти? Майя Сандо единственный реальный фактический лидер победившего большинства и победившей партии. И вообще в стране практически. Победившей партии. Ну, лидер, глава государства, он формальный глава государства. Но у нас, несмотря на то, что Конституция была изуродована Конституционным судом периода Александру Танаса и Плохотнюка, все равно осталась парламентская демократия. В парламентской демократии, извините, что вот повторяем эту идею постоянно, главная политическая фигура – это премьер. И в этом смысле, конечно, такой лидер, он более органично смотрелся бы в роли премьер-министра, потому что правительство будет определять повестку дня политическую, повестку дня реформ, будет определять повестку законодательную парламента и так далее. Но, поскольку произошел Конституционный переворот в 2016 году, политические тяжеловесы вынуждены были участвовать в выборах президента, потому что они свою роль определенную играли. И в этом случае сыграли роль решающую в том смысле, что самый сильный политик на сегодняшний день Республики Молдова стал главой государства и добился добился досрочных парламентских выборов, получив большинство для того, чтобы программа реформ, программа антикоррупционная была притворена в жизнь. Поэтому вопрос закономерен, который вы задали, но это не означает, что центр принятия решений переместится в президентуру. Центр принятия решений будет находиться в правительстве, но будет происходить то, что сама Майя Санду сказала в своем выступлении, что в тесном взаимодействии будут приниматься решения и притворяться в жизнь программы между президентом, правительством и парламентским большинством, где правительство в сотрудничестве с президентом и парламентским большинством будут играть ведущую роль. И повторяю, будут формировать повестку дня. Ситуация уникальная. Вот последние 10 лет у нас такого не было, когда у нас вот в этих точках властных, что президентура или пост главы государства это не вед власти. Это особый такой институт властный. Но и законодательная власть, и исполнительная власть, и президент принадлежат одной политической силе, одной политической ориентации и так далее. И сотрудничество, взаимодействие это замечательно. Это не означает, что не будет никаких препятствий к притворению в жизнь задуманного. Это не так называемое сосуществование президента одного политического цвета, большинства другого политического цвета и так далее. Тут у нас в этом смысле очень хорошие условия для развития. Поэтому да, президент будет участвовать и она обязана участвовать в управлении страной, но это не означает, что она будет перетягивать на себя управленческое одеяло. управлять будет правительством в сотрудничестве с президентом, с реальным политическим лидером страны. И в этом смысле тут я завершаю. Первые два заседания, из первых двух заседаний интересным было первое, потому что оно содержало программную речь президента. Второе было техническое протокольное и абсолютно предсказуемое решение, но необходимое, все в порядке. Вот назначение инвестирования правительства, программа правительства, выступление премьера, выступление лидера фракции, вот отсюда начинается самое интересное. Я хотела отметить тоже один момент, который я заметила на втором заседании парламента, что в принципе впервые произошло, когда оппозиция, которая просто нещадно критиковала власть во время предвыборной кампании, угрожала, были грязные сливы, были какие-то предсказания, апокалиптические просто предсказания, и вдруг эта оппозиция в парламенте заняла очень странную такую примирительную позицию, извините за тавтологию, но очень интересное было поведение партии Шор, мы помним это прекрасно, как они себя вели, когда партия пасла платформа тогда в 2019 году на тех парламентских выборах, что они там творили в Аргееве, когда Илон Шор обещал их повесить всех на столбах или на арках в центре Кишинева, и как они себя вели в этой связке Плохотнюк-Дадон уже и в этом парламентском большинстве, и вдруг партия Шор объявляет о том, что они будут оппозиция, но конструктивны, и тут же голосуют за практически все предложения в парламенте партии ПАС, поддерживают кандидатуру Игоря Гросу на пост председателя парламента, и обещают, что далее будут поддерживать во всем власть. И второй тип поведения это блока ПСРМ-ПКРМ, который тоже Игорь Дадон говорил о том, что они будут очень такой жесткой, непримиримой оппозиции, будут мониторить каждые шаги новой власти, и мы видим, как Владимир Воронин вышел на трибуну парламента, и первые его фразы были призывы к сотрудничеству партии ПАС, и о том, что впервые лидеры коммунистов, когда он был во власти, он вообще презирал эту оппозицию, никогда не прислушивался к ней, просто издевались над этой оппозицией, вдруг он говорит о том, что власть это не только правящая партия, это и оппозиция тоже, потому что за них проголосовали все граждане страны в одинаковой степени отдали им кредит доверия. И вдруг два момента, которые меня в этой речи просто удивили, это то, что Владимир Воронин сказал, обозначил, что он был последним легитимным президентом, и прокритиковал реформу 2016 года, в результате которой его коллега по блоку Игорь Додон стал президентом, то есть назвал Игоря Додона нелегитимным президентом, фактически, и второй момент сказал, что за последние годы, то есть Молдова находится на грани национальной катастрофы, и что до этого Молдову довели власти за последние годы, то есть последние два года его же коллега по коалиции, по блоку Игорь Додон обладал безраздельной властью, имея и парламент, и правительство, и будучи президентом, как оказалось во мнении Воронина, нелегитимно. Вот то, что Владимир Воронин обособил чуть вот свой месседж в сравнении с Игорем Додоном, в моем видении говорит о том, что как раз подтверждает то, что мы обсуждали на предыдущих передачах, что криптократическая система имеет удивительную способность адаптироваться, мимикрировать, приспосабливаться, и вот эти люди, то есть эта оппозиция, которая говорила, что они будут достаточно жесткими, уже, скажем, на первых же шагах начинает просто сдаваться. Возникает вопрос, а вообще будет ли у нас оппозиция? Вот будет ли у нас оппозиция такая, какая, скажем, есть, существует в европейской практике, несмотря на то, что это партии, которые были частью вот криптократической есть и продолжают быть к частью криптократической системы? То есть оппозиция в парламенте, вне парламента, тем более, что это как бы обязательный такой момент для того, чтобы власть могла нормально работать, критика власти нормально работать, для того, чтобы она как-то тоже не впадала в какие-то перекосы. оппозиция оппозиция несомненно будет и в первую очередь она будет в виде партии социалистов. Значит, мы уже видели эту агрессивную риторику, по сравнению с коммунистами, которую иногда даже хочется назвать эту критику оголтелой, просто потому, что она не подкреплена, если взять вообще вот эту интерпретацию заявлений политиков еще отраженные в холдинге Додона, то это вообще уже ни в какие рамки приличий не помещается. То есть в таком виде оппозиция будет существовать, но принесет ли это дивиденды социалистам совершенно не факт. Предыдущие выборы и парламентские, и президентские показали, что вот галимая пропаганда уже не работает. Вот этого уже наш избиратель наелся досыта даже левый избиратель и не воспринимает. Насчет Воронина, я бы добавил к вашим замечаниям очень точным еще и то, что Воронин фактически поддержал программную речь президента, которая сказала, вот я отмечал, что стержневая идея построить государство для людей, для граждан, и Воронин буквально дословно это повторил в центре внимания, у нас должен быть человек и так далее, то есть получается, как бы вот Майя Санду выступила, коммунисты что-то там возмущались, потом в конце концов Воронин в своей речи так сказать поддержал. Партия Шор это несколько другое. Я думаю, что в партии Шор существуют проблемы, то есть фракция и так небольшая, из шести человек Шор так сказать не присутствует физически и их только пятеро и вот буквально сегодня вчера дело депутата Уланова было передано в суд и мы знаем, что дело Жордана генеральный прокурор говорил о том же, что тоже подходит к своему завершению и вероятно тоже будет подано в суд. То есть там есть проблемы с составом, с численностью фракций и я думаю этот ход навстречу новой власти это такая попытка ну купить некую индульгенцию со стороны власти или может как-то продлить ну грубо говоря купить себе вторую жизнь. Тем более что у них дальше по списку тоже люди не совсем скажем с чистой совести. Ну я думаю что отсрочку они еще наверное могут получить но купить вторую жизнь уже не получится. Ну партия Шор не получила ни одного руководящего поста в структуре парламента ни комиссии ни поста зам председателя и в общем никакого возмущения особого мы не увидели наоборот выражения непонимания и так далее со стороны лидера фракции я думаю что партия Шор умирающая натура уходящая уходящая да что касается выступления Владимира Воронина оно на меня особого впечатления не оказало потому что Владимир Николаевич не раз менял свои позиции что он будет говорить завтра неизвестно и выражал ли он позицию фракции в целом да он две недели назад он он говорил совершенно противоположное вот я понимаю что проходит выбор и меняется риторика ну прям так это на всяком случае наверное отображал позицию своих десяти человек будем надеяться даже в этом не уверен что касается социалистов если эту тему немножко продолжить очень коротко то они уже сегодня заявили что они будут очень жестко критиковать никакой поддержки правительству то есть сегодня уже эти консультации по примеру произошли мы знаем имя они не явились на консультации они не явились что ждали ее в парламент не явились но если эта критика будет такого же содержания как и предвыборные так сказать предвыборные лозунги по сути такие же будут например начали с того что развернули кампанию по значит критике президента который якобы установили какое-то особенное кресло я был депутатом вы были депутатом всегда там стоит кресло для президента и когда оно не меняется и оно было и остается таким же которым было и для Тимофти и для Додона и так далее и вот если они будут на таких вещах строить свою критику на фоне того что предстоит и что собирается делать новая власть то я думаю что и партия социалистов тоже будет и станет очень быстро окончательно уходящей натурой и вопрос новых левых встанет во всей красе в республике Молдова вот мы можем столкнуться с ситуацией что настоящая оппозиция будет зарождаться и расти вне парламента а не в парламенте то что касается вот их критики постоянно пустозвонные необоснованные не аргументированные мы видели на заседании парламента как депутат Цирдя обвинял правящую партию ныне правящую партию в каких-то совершенно непонятных якобы коррупционных скандалах постоянно говорит о том что критикует какие-то кадровые назначения или какие-то людей из партии ПАС и мы вот видим что в самом деле на фоне тех скандалов которые сейчас развиваются в обществе именно из-за кадров назначенных партией социалистов это смотрите как им как они просто опростовала осень как можно сказать с послами в России значит один посол Нигуци был замешан они его отозвали в коррупционном скандале причем и коррупционный и там трафик анаболиков и наркотических средств и второй посол который кстати был их кандидатом в премьер-министр господин Головатюк замешан в очень нелицеприятном позорном для Молдовы я бы сказала не только скажем для партии но для Молдовы когда посол Молдовы в России замешан вот в этом сексуальном скандале и это люди из кадра партии социалистов и вот имея такой балласт и такие скандалы не думаю что у партии социалистов сейчас пройдут какие-то маленькие непонятные злобные покусывания в сторону новой власти относительно кадров это они там постоянно что-то выдумывают вот я сегодня увидел даже появились из этих порталов контролируемых социалистами новую версию то есть партия Шор мы ее уже обсуждали что она выступила в виде конструктивной оппозиции даже попытались как-то объяснить почему из-за своих собственных проблем тут же появилась интерпретация социалистов которые вышли с заголовками на своих порталах о том что создан альянс партии Сандус партии Шор то есть альянс они уже это будут называть альянс если они проголосуют за правительство но альянс надо опять же объяснить телезрителям это если бы партия Шор получила какие-то портфели в правительстве или все такое а то что она будет голосовать и из каких соображений она голосует вместе с парламентским большинством это совершенно другая свою коалицию с партией Шор они называли что там нет коалиции где они распределили должности а здесь вот эта попытка люди которые не думают о том что кто-то будет это вообще анализировать эти вещи дешевые трюки такие к дипломатам в Москве нам нужны представители другого порядка у нас были политические назначенцы но такого знаете даже не страны политические назначенцы а партии Додона воспринимали в качестве вассала Кремль воспринимала не в качестве лидера суверенного лидера независимого государства в качестве вассала своего представителя в Молдове мы не разу об этом говорили что даже его идеологические постулаты даже не знаю клише полностью воспроизводят идеологемы рожденные придуманные продвигаемые Кремлем и в том числе и пропаганда пропаганда работают точно так же и так далее поэтому и господин Негуц непотопляемый которого передавали за какие-то качества из рук в руки но передавали вот по такой линии непонятной Воронин Плохотнюк Додон Плохотнюк все его где-то там сохраняли какие задачи он решал в России какие интересы Молдовы он продвигал сложно сказать сейчас Головотюк тоже политический представитель российского вассала в республике Молдова нам нужны послы которые ну как минимум две задачи способны выполнять это с достоинством представлять интересы и продвигать интересы республики Молдова в российской федерации и разбираться в хитросплетениях и московской искусно маневрировать вот на этом таковище политическом потому что очень специфическая дипломатическая площадка не каждый там может добиться успехов Головотюк не гуц но это с моей точки зрения это люди может быть хорошие в других каких-то областях но там это совершенно не те люди которые могли бы эти задачи решать но и тут я заканчиваю это традиция которую не только Дадон поддерживал вот пожалуйста был такой Осипов человек который продвигал в правительстве мафиозным плохотнюкам контрабандные схемы открыто по Приднестровью то есть человек в отношении которого должны быть открыты уголовные дела и преследования значит обслуживал открыто обслуживал мафию значит был нашим послом в Вене при ОБСЕ там и так далее этот человек что какие интересы там продвигал личная секретарша или там помощница Плахотнюка становится послом Молдовы Соединенных Штатов более важной дипломатической площадки и центра в мире не существует чем Вашингтон на двусторонней и даже так сказать многим многосторонней основе хотя многосторонней там в Нью-Йорке ООН но Вашингтон тем не менее важнее что этот человек имеется интерес она продвигала интересы Плахотнюка там вот эту практику когда куда-то назначаются люди продвигающие интересы своих политических хозяев надо вот надо прекращать люди должны продвигать интересы страны и иметь естественно какую-то квалификацию для этого и достоинство и характер и репутацию вот я хотела отметить насчет вы сказали очень правильную идею мысль о том что новой власти надо будет очень хорошо и очень внимательно отнестись к подбору кандидатуры посла в России потому что у нас как бы еще общепринятое что а что там поехать в Россию надо знать хорошо русский язык и мы же когда-то были все дети Советского Союза то есть мы друг друга понимаем знаем вот это это все но если мы посмотрим по каким критериям другие страны посылать даже возьмем на примере республики Молдова посылать в республику Молдова послов или допустим кто-то посылает другие страны в Россию то есть там в послужном списке люди которые разбираются в тематике региональной в отношении России саму специфику российской политики в этих хитросплетениях и коридорах власти между Кремлем Госдумой и так далее то есть здесь в самом деле я думаю что в Молдове такие люди есть и специалисты их надо искать в недрах самого министерства иностранных дел или хотя бы люди которые ушли из министерства иностранных дел во времена Плохотнюка не желая ему прислуживать и вот именно эти критерии я думаю что должны быть подборкой ко всем стратегическим посольствам для республики Молдова особенно вот в этот период который когда новая власть только заявляет о себе не переключайтесь оставайтесь с нами мы сейчас выйдем на рекламную паузу и во второй половине нашей передачи будем говорить о комплексных задачах которые стоят перед новой властью и сможет ли она выполнить их представить такую высокую планку о властью и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в наш канал! 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 И ответственность! Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! выявлять вот это вот желание именно проводить те функции, которые свойственны тому или иному агентству. Если позвольте, есть еще у нас чуть-чуть времени? Да, еще чуть-чуть время есть. Если говорить о моральной стороне дела, но об этом говорила и глава государства в своей речи, что нам нужно, и она подчеркнула это, оздоровление общества и с моральной точки зрения, потому что у нас все перевернуто с ног на голову. У нас воры, это были примеры для подражания. Все хотели быть, не все, а многие хотели быть плохотнюками, а не наоборот, так сказать, и так далее. Примеры для подражания не оттуда приходили. Так вот, если говорить об этой стороне дела, то эта власть, она должна быть новой и с той точки зрения, что поддержка общества должна присутствовать к тому, что будет происходить. Все реформы и начинания обречены на провал, если не будет поддержки со стороны, широкой поддержки, со стороны общества. А эта поддержка придет, сейчас она есть, но она очень быстро уйдет, если начнутся разочарования, эти разочарования будут связаны с назначениями людей, в отношении которых есть подозрения, репутация которых не до конца ясна и так далее. И пусть не думают новые лидеры, что они смогут объяснить. Ну, объяснишь раз, два, но если это превратится в некую систему, даже если это будет происходить на перифериях сначала каких-то, то эта поддержка политическая очень быстро улетучится. Поэтому вот тут очень важно это иметь в виду. Что касается темпов и как это будет происходить, я думаю, что одновременно будет происходить. Я думаю, что будут снимать с работы все... И должны происходить одновременно. Я думаю, что да, потому что времени нет. Я сторонник процедур, потому что понимаю, что они дают стабильность какую-то, но эти процедуры должны тоже превратиться в какой-то действующий, работающий механизм. Я имею в виду конкурсы. Но у нас конкурсы пока не работают. Вот мы видели на практике. Поэтому будут назначения. Будут снимать людей, будут назначать других людей. И вот эти новые назначенцы должны быть абсолютно безупречны, что с точки зрения репутации. Что касается... Есть разные сферы применения реформ. Например, судебной реформе, если посмотреть по концепции внешней аттестации, то это... Менять надо законы, менять конституцию. Это время. Если мы через год начнем эту аттестацию, это будет хорошо. Что касается полиции, например, фундаментальная перетряска, поменять персонал и так далее, то там это проще. Там не надо менять конституцию. Это все быстрее может происходить. Я говорю, что у нас сейчас не так уж много времени. Если вы хотите еще что-то... Да, поэтому... Поэтому вот эти два аспекта. С одной стороны, внимательность и педантизм в выборе людей, если они есть. И это не касается правительства. Правительство это политический уровень, касается других. И темпы. Темпы, потому что каденция, ритм тоже очень важен в полиции. Я бы тоже хотела отметить, потому что у нас мало времени, но хотела бы отметить вот эти два важных момента. Это кадры и это, конечно, сами реформы, сами темпы и как... и сами подходы. Первое, хотела бы, чтобы не создавалось такое перекошенное восприятие в обществе, что клептократическая система, созданная Плохотнюком, это только демократическая партия. В этой клептократической системе участвовали абсолютно все партии, включительно и оппозиционные и так далее. То есть просто Плохотнюк был самым ловким, он перекупил полностью передемец парламента, просто по 15-18 человек к нему переходило в партию, 15 от коммунистов и так далее. Также либеральная партия ГИМПу. То есть эти все люди работали в одной связке. Вот надо просто помнить, кто продавался Плохотнюку в позапрошлом парламенте, когда пачками люди уходили. Поэтому система клептократическая, система Плохотнюка, это не только выходцы из демпартии, а и те, которые были. И момент самый важный, это подходы. Я все-таки приверженец кризисной модели решения этих вопросов и этапизации этих процессов. Система имеет способность перерождаться, система имеет способность адаптироваться, система всегда, если ей не даешь ясный сигнал, она будет мимикрировать. Поэтому очень важно, чтобы первый этап был, этап кризисного управления, когда используются, может быть, не совсем, скажем, традиционные инструменты, которые существуют, демократические и так далее. Но тоже в рамках демократических процедур, но это должно быть очень жесткая, четкая подход для очищения системы. И далее, уже когда ты ее очистил, второй этап, это все-таки приход к нормальности и решение этих вопросов. Если первого этапа не будет, это мое мнение, будет очень сложно, система будет перерождаться или адаптироваться. И наша традиционная рубрика «Перломет», в которой мы отмечаем перлы наших выдающихся политиков, на этой неделе чемпионом становится депутат Марина Таубер с фразой «От имени партии предлагаю приступить к ротации, которая сделает жизнь людей лучше». Интересно, что такое ротация? Это всякие партии, каждый по чуть-чуть должен руководить. Должен руководить. Сначала президент Майя Сандук, потом Марина Таубер. А потом Таубер, да. И так далее. Таковы были темы наших сегодняшних обсуждений. Мы прощаемся с вами до следующей пятницы. Берегите себя, преодолевайте стереотипы и не бойтесь меняться. Видите, как меняется вокруг вас. Лассажир. Субтитры создавал DimaTorzok